Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова с вами я, Татьяна, на своем балконе. Добро пожаловать! Сегодня у нас плохая погода, идет дождь, но это не мешает мне записывать видео для вас. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Всегда интересные stories для вас, интересные stories из Нидерландов, ну и мои будни. Друзья, сегодня мы с вами опять же поговорим о актуальной теме. Это тема коронавируса в Нидерландах, потому что, вы знаете, сейчас в Нидерландах тоже такая нестабильная и неспокойная ситуация по этому поводу. Вы знаете, что на прошлой неделе я снимала видео о том, как проходили вообще митинги, протесты, демонстрации, вообще погромы, разбои после ведения комендантского часа. Люди были не согласны, но я скажу, что погромы, разбои, это был вандализм, да, ничего общего с демонстрацией не было, поджоги, вообще выход на улицу специально после комендантского часа, да, все это провоцирование полиции и так далее, да, это уже, знаете, далеко не связано с протестами против мер предосторожности против коронавируса, но скажу, что с прошлой недели ситуация немножечко улучшилась, немножко утихли вот эти все протесты, погромы, потому что лица, которые занимались этим, они были задержаны. Люди, которые участвовали в погромах, в вандализме и разгромах магазинов, и которые были пойманы, они тоже наказаны, у них отобрано имущество, все ценное имущество, которое только можно было конфисковать, это дорогие машины, это какие-то драгоценности, в общем, все, что является ценностью, да, было конфисковано, и, значит, все это пойдет в фонд на поддержку людей, пострадавших от погромов и разбоев. Друзья, что, вы знаете, голландцы достаточно мирный народ, и когда выходят на демонстрации, да, потому что просто людям уже, знаете, надоело сидеть дома, надоело просто быть ограниченным во всем, потому что, ну, мы сейчас реально, на сегодняшний день ограничены практически во всех человеческих правах, которые у нас есть в Конституции, и которые, да, нам приписаны законы, то есть мы абсолютно ничего больше не можем. Но я хочу сказать, что не только, знаете, это для людей, для граждан, ну, это для всех маленьких и больших предпринимателей. Предпринимателей ситуация с коронавирусом, к сожалению, очень-очень плохая, и очень многие предприятия, да, которые сейчас закрыты, потому что из-за мер предосторожности из-за коронавируса, сейчас они тоже очень сильно страдают, экономика в Нидерландах сейчас тоже очень сильно страдает, о чем говорится практически во всех новостях, во всех газетах пишут об этом, в интернете, да, один бизнес закрывается, другой бизнес продается, предприниматели обанкрачиваются, то есть полное обанкротство, помощь государства очень маленькая, и предприниматели просто не могут, вы знаете, выкрутиться вообще и прожить за помощь, которую предоставляет государство. По новостям показывают в последнее время, что появился у нас в Нидерландах тоже был зафиксирован новый английский вид коронавируса, который у нас в Нидерландах очень быстро сейчас распространяется, сейчас заболевший английским видом коронавируса составляет 1 третью граждан Нидерландов, то есть он распространяется очень быстро. Сказать, друзья, что все больше и больше я вот читаю в интернете, постоянно, да, слежу немножко за новостями и событиями того, что происходит у нас сейчас в Нидерландах. Сейчас появляются такие новости о том, что люди, голландцы, да, люди, живущие в Нидерландах, они не доверяют, к сожалению, на сегодняшний день нидерландской медиа, не доверяют телевидению. Люди говорят о том, что вся медиа и телевидение Нидерландов, они преувеличивают новости о коронавирусах. Люди очень недоверчивы сейчас в последнее время к прессе, в основном это распространяется на людей в возрасте от 18 до 34 лет. И скажу, что очень даже многим журналистам из нидерландских новостей угрожали, была реально угроза жизни. Журналисты попадали вот в рисковую категорию постоянно, когда они пытались снять какой-то репортаж, что им действительно угрожали. Ранее в интернете я читала статьи о заражениях коронавируса и о больных, которые были зафиксированы в больницах. И вообще, в общем, писалось, что на прошлой неделе количество зараженных в Нидерландах уменьшилось. То есть количество зараженных было около 28 тысяч, потому что на предыдущей неделе было 35 тысяч зараженных. В принципе, эти меры, которые сейчас приняты, строгие меры предосторожности от коронавируса, они все-таки являются эффективными, потому что во многих источниках пишется о том, что все-таки заражение падает. Писалось тоже, что 629 людей на прошлой неделе попали на интенсивное обеспечение в больницу. И 1640 людей, которые были просто доставлены в больницу с легкими симптомами коронавируса. Тоже говорится, что максимум 10 людей в день умирают в Нидерландах от коронавируса. Не так давно прошла пресс-конференция Марка Рудзе. Пресс-конференция проходила по внесению изменений в мере предосторожности от коронавируса. Что изменилось у нас при пресс-конференции? Изменилось то, что комендантский час продлится до 10 февраля. И, вы знаете, правительство не дает конкретного ответа о том, внесут ли они обратно комендантский час, появится ли у нас обратно комендантский час после 10 февраля, если заражение будет расти. Правительство еще, знаете, на эти вопросы отвечает очень неконкретно. Поэтому мы еще с вами узнаем в ближайшем будущем, как мы будем жить с комендантским часом или нет. Что изменилось у нас еще? Школа открывается у нас 8 февраля, но открывается только база школы. Школы с 12 лет у нас еще закрыты до 1 марта. Биозо, это послешкольное образование, оно закрыто. То есть дети должны будут, естественно, покинуть школу. И они не могут оставаться в биозо. Ну, что еще? Парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры, театры и все публичные места, к сожалению, останутся у нас до сих пор закрытыми до 2 марта. Государство обещает все-таки экстра помощь маленьким частным предпринимателям, потому что всем, кто работает в салонах красоты, всех, кто держит салон красоты, очень тяжело сейчас на данный момент. Все, кто работает в этой индустрии, парикмахеры, стилисты ногтей и так далее, всем очень тяжело, потому что помощи особой они не получают. А если получают, то помощь очень маленькая. Поэтому сейчас бюджет правительства Нидерландов хочет выделить хороший такой бюджет, чтобы помочь, конечно, всем предпринимателям в этой сфере, чтобы хотя бы как-то оплатить их расходы. На сегодняшний день все равно как можно больше людей правительство призывает работать дома, только по необходимости ездит в офис. Если работодатель настаивает на то, чтобы вы именно приехали в офис, работали в офис, то вы можете, конечно, на него написать жалобу и пожаловаться, так как сейчас необходимость работы дома очень большая. То есть вы, в принципе, должны, обязаны работать дома. Что еще? Да, ну, естественно, не ходить в гости, не приглашать гостей, не приглашать больше одного человека себе в гости. Вот, не ходить на вечеринки и не посещать публичные места, где очень много народа. Вот, знаете, РВМ говорит о том, что заражение будет увеличиваться из-за нового английского вида коронавируса, что в ближайшее будущее прогнозы нестабильные и не очень хорошие. Они предусматривают большое количество зараженных, поэтому в ближайшее время, вы знаете, никто не дает никаких гарантий о том, что публичные места, рестораны и так далее откроются 2 марта. Сейчас данный карантин его продлили до 2 марта, но никто не дает никаких гарантий, что после 2 марта они откроются. Нидерланды хотят где-то в течение года как можно больше людей провакцинировать, сделать вакцину. Вот, в феврале месяце уже пошло интенсивное вакцинирование, да. Просто, вы знаете, в Нидерландах 15% голландского населения, они против вакцины. На сегодняшний день точно так же вакцина, она еще не обязательна. Вот, я не знаю, наверное, никто бы не проголосовал за обязательности, вакцинирования, да, потому что, вы знаете, с одной стороны люди говорят, что это каждого свое дело, а с другой стороны некоторые говорят, что, ну, вы не думаете о безопасности других. Очень много осуждений и рассуждений по этому поводу, вот, но на сегодняшний день это не обязательно. Ну, я думаю, что в будущем хоть правительство что-то придумает насчет вакцинирования. Мне кажется, что правительство будет давать какие-то привилегии людям, которые провакцинировались, которые сделали вакцину. Возможно, это будет паспорт вакцинации, возможно, это будут еще какие-то привилегии. Пока они об этом не говорят, но это рассматривалось раньше. Ну, что ж, друзья, на сегодня это было все. Надеюсь, вам было полезно это видео. Надеюсь, вы немножечко узнали больше для себя информации о том, что происходит сейчас у нас в Нидерландах на данный момент. Надеюсь, надеюсь, что все очень скоро у нас с вами наладится, что ситуация наладится. И давайте, знаете, просто оставаться дома и оставаться на позитиве. Я вас всех люблю. До новых встреч. До новых встреч.